Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко присоединяется к прямому эфиру телеканала «Фридом». Александр, здравствуйте. Мы, как всегда, рады вас приветствовать в нашем эфире. День добрый. Доброго дня. Александр, и первый вопрос. Смотрите, в эфирах телеканала «Фридом» мы всегда подаем нашим зрителям только объективную, проверенную информацию, поэтому очень важно сейчас уточнить у вас, что вы думаете относительно темы нашего предыдущего сюжета, ведь в СМИ появилась информация о том, что армия Российской Федерации сосредотачивает свои силы в направлении украинских СУМ для того, чтобы затем наступать на Киев. Скажите, пожалуйста, вообще в принципе такой вариант развития событий в ближайшее время, он возможен или нет? Мы понимаем, что живем в условиях полномасштабной войны, ждать можно всего чего угодно, но тем не менее. Для этого им необходимо накопить соответствующее количество сил и средств. Просто сказать, что есть определенная угроза, угроза есть постоянно. Сумская область, Черниговская область, Карьковская область, они постоянно находятся в зоне рисков диверсионно-террористической деятельности. И эта диверсионно-террористическая деятельность напрямую связана с тем, что мы граничим с Российской Федерацией, они могут заходить своими небольшими группами в глубину нашей территории, где-то до полукилометра, до километра в очень редких случаях. Но там довольно-таки высокий уровень контрдиверсионной деятельности наших подразделений. И поэтому нивелируются эти угрозы. С другой стороны, у границ с Украиной находится группировка войск Брянск, Курск и Белгород. Это так называемая группа прикрытия границы. И если мы говорим о белгородской группировке, то это примерно 13 тысяч личного состава вдоль границы с Украиной рассредоточено. Брянск и Курск, эти группировки в принципе составляют примерно 16-17 тысяч личного состава. Этого критически недостаточно для того, чтобы проводить какие-либо наступательные действия с целью захвата той же самой Сумской области или Сум. Поэтому для подобного рода операций им необходимо увеличить данное количество в 3-4 раза, как минимум. 3-4 раза регулярных войск. Ну, чтобы эта группировка была в пределах 40-50 тысяч и даже больше. Тем более вопрос относительно тех же самых Сум. Это не маленький город. С учетом его окружения или начала городских боев группировка сразу же возрастет. Необходимость увеличения группировки будет у противника. Штатная комплектация техникой этой группировки. То есть очень много таких моментов, которые говорят, что в нынешнем своем виде тот контингент, который находится по границе с Сумской областью, он не представляет угрозы уровня вторжения, войскового вторжения с целью, ну, например, захвата тех же самых Сум. Александр, ну, аналогичная информация сейчас в сети распространяется и относительно Авдеевского направления. Тоже пишут о том, что, мол, там враг тоже накопил такие ресурсы, такие ресурсы, что как только пройдет Авдеевку, сразу он стремительно пойдет на, ну, в общем, на захват значительных территорий. Как вам, как вы оцениваете, ну, вероятность такого развития событий? И вообще, что, давайте перейдем к Авдеевке, что там мы сейчас наблюдаем, насколько сложная ситуация? Что относительно Авдеевского вопроса, то после его закрытия российское командование планирует сосредоточиться по лимону Купинской оси. В первую очередь, это направление Купинска. Часть подразделений, которые сейчас сосредоточены в районе Авдеевки, которые были ранее передислоцированы с группой войск-центр, то есть это подразделения 2-й общевойсковой армии, 41-й общевойсковой армии, их вернут в распоряжение группы войск-центр, либо вообще передадут для усиления группы войск-запад, то есть для усиления давления на Купинск. Также будет перераспределение ресурса в районе Бахмута. Второе по значимости для них направление – это Часов-Яр. Также не исключено, что они могут активизировать, интенсифицировать действия на юге, в Запорожской области. Ну и третий участок интенсификации боевых действий – это Новомихайлов. То есть вот какой реалистичный план их действий на 2024 год, после того, как они по их планам закрывают вопрос Авдеевки. То есть ни наступления на Харьков, ни наступления на Суммы, ни наступления на Киев – их планы 2024 года не входят. Да и в принципе они не смогут себе это обеспечить, не смогут это себе позволить в их нынешнем положении, в их нынешней ситуации. Что же до самой Авдеевки? Там сейчас проходит процесс отведения наших подразделений с наиболее рискованных и опасных секторов. Часть подразделений отведена. Основными опорными пунктами для прикрытия и для переброски это являются Коксахим. Коксахим – для сохранения северного контроля трассы 05-42, 9-й район – для сохранения альтернативных путей отхода из Авдеевки. Теперь давайте, Александр, обговорим более общий вопрос относительно того, насколько, грубо говоря, хватит сил у нашего врага. Сейчас поясню, что имею в виду. Британский исследовательский центр оценил текущий потенциал армии Российской Федерации в ведении войны против Украины. Аналитики назвали ориентировочное количество личного состава оккупантов, которые сейчас воюют против вооруженных сил Украины. Эксперты отметили, что в настоящее время группировка оккупантов насчитывает 470 тысяч штыков, так называемых, 2060 танков и 7080 различных боевых бронированных машин. В результате всех этих цифр, вот сейчас самое главное, эксперты пришли к выводу, что Кремль рассчитывает воевать до 2026 года. Имеется в виду, что именно такой горизонт планирования им сейчас дает текущая ресурсная база. Вот скажите, пожалуйста, вы, как человек, который находится глубоко в теме, вы согласны с такой оценкой относительно того, что Кремль готов воевать как минимум до 2026 года? Я не сомневаюсь в том, что у них есть такие амбиции, но на их потенциал много что влияет. Одна тема – это людской ресурс, конечно же. Мы можем много говорить про людской ресурс, что он у них бесконечный и так далее и тому подобное, но они тоже находятся под воздействием целого ряда факторов и в вопросах людского ресурса. Ведь давайте говорить, как оно есть. Если бы у них не было проблем с людским ресурсом внутри своей страны, они бы не начали фактически в репрессивном режиме вербовать и рекрутировать мигрантов. Тех, кто только получает, например, паспорт гражданина Российской Федерации, выходцы из Средней Азии, Таджикистан, Кыргызстан, например, Казахстан, Азербайджан, Армения и так далее, выходцы из Кавказа, и они бы не стали искать наемников, которые готовы за деньги воевать в составе российской армии, но при этом сами вообще граждане, например, Непала или Сирии или Ирака. То есть невероятно, но, казалось бы, факт. То есть с людским ресурсом тоже не все так просто у них с пополнением. Второй момент – это техническая компонента. Те все числа, которые называются, они приблизительно верны. И тут еще следует понимать, что военно-промышленный комплекс России на сегодняшний день работает не столько на производство, сколько на восстановление того, что у них осталось в наследство от Советского Союза. Но здесь этот потенциал влияет в том числе и интенсивность ведения боевых действий и интенсивность потери этого ресурса. То есть если будет сохраняться такой уровень потерь в технике, как мы можем наблюдать сейчас, потенциального ресурса, ну, например, по танкам, им может хватить на полтора-два года. Вот этот показатель, после которого это просто критически может возникнуть провал в ресурсе. Аналогично с ББМ, аналогично с артиллерии. Оно все идет практически синхронно в одном и том же самом количественном соизмерении. То есть, ну, там, например, если мы говорим о потенциале танков, то их следует штатно рассчитывать один танк, три ББМ. Сейчас мы видим, как это изменяется. У них нет штатной полной комплектации подразделений по танкам и по ББМ. И даже если сравнивать между собой, у них примерно на один танк полторы-два ББМ. И это то, в лучшем случае, на подразделениях. То есть уже проявляет себя дефицит. Также дефицит себя будет проявлять и тем, что та техника, которая у них сейчас остается на складах и центрах хранения, она поступательно становится худшего качества. Худшего качества не только в параметрах технологий, но и в параметре ремонтопригодности. Танки Т-72, которые снимаются, требуют больше внимания для ремонта. Следовательно, увеличивается срок их нахождения на восстановлении и так далее и тому подобное. То есть поступательно будет происходить процесс деградации поставок именно этих компонентов, механизированных компонентов в российские оккупационные войска. Александр, спасибо вам большое за экспертный анализ. Все четко и понятно. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был в нашем эфире. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok